Процелоткование, земельные пытания, приватизация жилья, рамон дорог, жильёво-коммунальная господарка. Гэтые темы по-ранейшему застаются наибольшь актуальными и хвалюют жихароу нашего региона. А лишь коли проанализовать, то колькасть воротов на промылине из уделом керавництва в области с кожным разом поменьшается. У первую чергу меньше по-соправдному складанных пытанев, выращение яких потребует серьезных финансовых укладанев. До речи, як означая старшиня Гомельского Аблвыконкама Уладимир Дворник, многие проблемы людей махчыма было выращить на мясцовом узровне у райвыконкамах. Люди обращаются уже не с теми проблемами, которые были, если вы вначале помните, были такие жесткие, порой тяжелые, которые сложно было выращить. То сегодня вы видите, что проблем таких серьезных не было. Были простые вопросы, которые надо было, может, человеку даже действительно выговориться, высказать свое мнение. Но таких серьезных проблем нет. Усяго подчас субботней телефонной линии поступило 88 зворотов. Некоторые пытания были выращены одразу. Жихарка везки Климовка Гомельского района Инна Лысякова поскардилась на второе высокое древо, якое знаходилося побачь с ее домом. Галины древа с замосного ветра могли пошкодить не только ее жилю, а и стать погрозой для життя. По кульпромая линия протягивалась, на место выехала бригада супрацовников ЖКГ и МНС. Проблему выросли оперативно. Ветка наклонялась на дом и страшно было, в общем-то. У меня двое детей маленьких, поэтому в любой момент она могла просто-напросто рухнуть. Тем более сейчас накануне грозу передают и страшно, в общем страшно. Поэтому я не надеялась, но очень удачно дозвонилась по горячей линии и попросила о помощи. И не ожидала, среагировали очень оперативно, чему очень благодарна. Особливостью промой линии стала отсутность повторных зворотов от громадян. Это заявляется показчиком эффективной работы мясовых улад по выражению проблем ЖКГ региона. Самая главная, наверное, работа, которую я сегодня оценку да управляющим, которые присутствовали, это повторные обращения. И мне сегодня было приятно, что ни одного повторного обращения не было. Это говорит о том, что все то, что дается поручение, выполняется. И, конечно, соответственно, этих обращений становится меньше.